добрый день дорогие мои зрители и слушатели после некоторого перерыва мы меняем с вами тему я встречаюсь с вами вновь и так по вашим просьбам я хочу быстренько ответить насколько эта возможность сегодня получится на те вопросы которые приходят ко мне в последнее время первый вопрос такой татьяна карпунина просит меня уже дважды в сообщениях построить выкройку 72 размера дорогая татьяна хочу вам сказать что я вам уже тоже отвечала столько же раз сколько вы мне писали что мне бы хотелось получить ваши мерочки как только вы пришлете мне свои мерочки так я выполню вашу просьбу пожалуйста мои дорогие читайте комментарии читайте тексты которыми я снабжаю все свои видео потому что там тоже иногда попадается довольно ценная для вас информация не все бывает помещается видео и что-то я дописываю там вот это первое что хотелось мне сегодня сказать второй момент значит очень настойчиво татьяна менязева просила меня рассказать о том какая одежда будет подходить маленькой полненькой начала она с того что она просила показать мой собственный кардероб на что я потому что я тоже маленькая правда сейчас уже не очень полненькая нормальная стала но было время когда я тоже была полненькой и что я ношу на что я и ответила что мой выбор в одежде очень сильно ограничен потому что я маленькая и хоть и не очень полненькая но очень хочется быть выше как это обычно принято и поэтому я вынуждена одеваться достаточно однообразно как это не грустно может быть вам показаться я могу шить что угодно могу придумать все что угодно могу выполнить все что угодно но когда у меня доходит руки до себя самой я придумываю что-то невероятное потом рассуждая рассуждая размышляя дальше все-таки принимаю решение что мне от этого невероятного нужно отказаться и шить обыкновенную простую чистенькую и лаконичную одежду и так ответим на вопрос татьяны менязевой что же делать тем девушкам дамам женщинам у которых рост невысокий и есть уже какой-то вес но в первую очередь это относится конечно не только к таким как мы это относится просто ко всем я уже об этом говорила но видимо нужно повториться еще раз мы создаем с помощью одежды вот такой вытянутый прямоугольник значит наша одежда хорошо видно хорошо видно буду рисовать вот так да наша одежда всегда должна представлять из себя вот такой вот вытянутый прямоугольник если нам удается создать такую форму одежды значит все хорошо если нам не удается создать такую форму одежды она у нас приближается вот к такому вот вот к такому вот виду да то есть квадратик такое что-то то конечно мы будем выглядеть сразу полнее ниже ну и так далее со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами и так что же работает на то чтобы создать форму вот такого вытянутого прямоугольника я думаю что не открою никаких секретов и говорила уже об этом ранее так ну давайте чтобы было видно вот так вот положим наши листочки здесь будем рисовать это конечно прежде всего наши нужно подрасти как ни печально надо носить туфельки на каблучках обувь надо носить на каблучках сейчас к сожалению к счастью есть очень хорошая обувь и на танкетке и на широком каблучке то есть мода нам предлагает возможность есть возможность купить не обязательно тоненький каблучок но такой вот какой-то устойчивый каблучок мы можем купить до туфельки вот на таком каблучке то есть поэтому пожалуйста договоримся что мы стараемся себя поднять что еще и всем известная вот это вот танке . которая тоже сегодня уже много много времени в моде и она тоже делает нашу ножку конечно достаточно хорошие ну вот так вот так как то не очень удачно может быть я ее вам изобразила но тем не менее я думаю что вы меня поняли вот то есть прежде всего так потом какой еще образ давайте нарисуем фигурку значит я обычно поступала всегда так если ко мне приходил клиент я рисовала вот такую вот стройненькую всем понятную девушку да когда этот клиент был полноватенький мягко говоря я уже рисовала не такую стройную а я уже рисовала все то же самое но добавляла ей вот тут ширину побольше для чего для того чтобы показать что как говорится что есть то есть чтобы не было никаких иллюзий что в результате создания нашего совместного проекта которым является наше платье наша одежда человек будет выглядеть вот так чтобы не было никаких иллюзий но что тут прежде всего конечно это один цвет один цвет сверху вниз потому что только такая история создает нам возможность создать вот такой вот дает нам возможность создать вот такой вот вытянутый прямоугольничек которым мы будем стремиться это конечно один вариант понятно что это скучно может показаться да но тем не менее пожалуйста используйте какие-то аксессуары используйте какие-то палантинчики используйте какие-то там я не знаю платочки вот такие вот на один бок которые можно повесить и То есть другое цветное пятно мы добавили, но сделали это где-то сбоку, где-то рядышком, но ни в коем случае не делить себя пополам. Ведь самая распространенная ошибка всех наших дам заключается в том, что имея небольшой рост и какую-то естественно полноту, которая приходит к нам совсем с возрастом, мы начинаем себя вот так пополам делить. Что мы обычно носим? Мы обычно носим темный низ и светлый верх. Хорошо, если этот темный низ представляет из себя какую-то, посмотрите, вот скажем, удлиненную вот такую юбочку. И тогда уже рисоваться начинает вот этот вытянутый прямоугольник. А если этот темный низ представляет из себя какую-то вот такую пышную, длинную вот такую вот юбку, увеличивая и без того массу, а ведь такое тоже бывает, это уже становится плохо. Да и вообще, все, что будет делить вас цветом пополам, я называю эту историю в два квадратика, это все нам не подходит, мои хорошие. Если вы озабочены этой темой, ведь кто-то не озабочен ей и на здоровье, и такие бывают счастливые, живут совершенно прекрасно и все, посмотрите, насколько выше будет казаться вот эта фигурка и вот эта фигурка. То есть сразу увеличивается при таких же размерах, сразу уменьшается рост и увеличивается ее ширина. Поэтому одежду двух квадратиков откладываем и убираем сразу. Что еще будет работать на создание нашего вытянутого прямоугольника беспроигрышно? Конечно, это брючный костюм. Пусть мы вот такие полненькие, да? Вот я рисую не худенькие пропорции, вы видите, да? И тем не менее, так у нас ножки, 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 там какие-то ножки, не умею рисовать, да? Но тем не менее, ножки умею рисовать только, умею рисовать только платье, костюмы, да? Но тем не менее, вот вы надеваете вот на это все какой-то вот такой вот брючный костюм. Такой брючный костюм, посмотрите. И все это представляет из себя один цвет. Вот так вот. И вы представляете из себя один цвет. Посмотрите, как хорошо. Да, нам не хватает роста. В платье мы будем выглядеть более проигрышно, чем мы будем выглядеть вот в таком вот костюме. Какая моя основная форма одежды в жизни, в мои все годы? Конечно, это брючные костюмы разного цвета. Конечно, это больше черный цвет, потому что зима у нас длится долго. Зимой я ношу темное, черное, естественно, а летом я стараюсь носить светлое. Как только тепло приходит в наш дом, я стараюсь носить светлые одежды. И вот эту идею я обыгрываю совершенно по-разному. Иногда это будет шелковый костюм, например, такой достаточно элегантный, с застежками, с какими-то, да? Но простой, понимаете? Вот этот минимализм, он может быть этот шелковый костюм выполнен даже в темно-синий фон. Вот помню, у меня было и какая-то меленькая крапинка, там серенькая, какая-то светло-серая, почти белая, да? Очень любила я его, носила каждое лето, он был выполнен из скриптешина и холодил вот в такую вот погоду, в жаркую, в летнюю, да? Дальше больше, то есть для того, чтобы быть выше, мне приходилось все время от плечиков до ступней ног помещать и заковывать себя в один цвет. Вот так я выглядела преимущественно хорошо. И до сих пор этой тенденции я придерживаюсь. У меня есть синие костюмы, у меня есть там какой-то бордовый даже спортивный костюмчик недавно получился. Но все это идет одного цвета, сверху вниз. А дальше можно многочисленными какими-то аксессуарами, какими-то скромными такими небольшими отделками, не перегружая вот это все пространство, декорировать и делать уже, находить какие-то интересные решения. Ну вот, собственно говоря, и все. Весь мой ответ на вопрос Татьяне Минязевой. Значит, вытянутый прямоугольник прежде всего. И, конечно же, какие-то брючные костюмы, которые бы помогали создавать его более эффектно, более ярко. А уж какая там форма брючек, надо смотреть, насколько, какова ваша фигурка. Если бедра у вас очень широкие, то широкий низ оставлять нельзя. Потому что при широких вот таких вот бедрах, бедрышках, да, делать вот такой широкий низ в брючках, у вас будет тоже создаваться нечто невообразимое. Если у нас у фигурки очень широкие бедра, то мы, убирая лишнюю массу, мы вынуждены брючки делать зауженными книзу. Посмотрите, ну, я, как всегда, утрирую, например, но, тем не менее, вот вы меня поняли. То есть убираем вот эту лишнюю массу, и если бедра очень широкие, то брючки нужно книзу заужать. Как бы я не любила брючки, расклешенные книзу, все-таки всегда есть какие-то пределы разумности. И создавая свои формы, мы всегда думаем о том, что будет добавлять массу, что нам будет ее убирать. Вот так, если коротко, то я сегодня хотела бы, пожалуй, на этом закончить. У меня еще остались неотвеченные вопросы Елены Арбузовой из прошлых моих просьб. Значит, я потихонечку, на что-то я ответила, потихонечку буду рассказывать об этом. А в следующие свои видео я хочу вам рассказать, вот она здесь тоже меня просит как раз об этом. Так, сейчас я посмотрю, где это написано. Купальники, дублерин, приспособление. Так, прибавки на верхнюю одежду, пальто, базовый гардероб. Ну, в общем, где-то она меня... Ага, одежда, домашняя одежда, халат с запахом. Какие прибавки, какой рукав нужен. Ткани, трикотажные, велюры, футер. Значит, поговорим о вещах с запахом. Потому что сейчас это последнее время какой-то вот особый тренд, я бы сказала. Это не только домашние халаты с запахом идут, да. Это и пальто, и очень большая часть такой нарядной одежды. Я бы даже сказала, офисной одежды, платье с запахом. И у него тоже, у такого изделия есть свои секретики, есть своя специфика. Есть такие важные моменты, которые не все учитывают. И тем не менее, применяя их на практике, вы будете сразу добиваться хорошей посадки и того внешнего вида, который вам будет нравиться. На этом разрешите сегодня закончить нашу встречу. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Задавайте свои вопросы.